Санкционная продукция нелегально вернулась на столичные прилавки. Испанские хамоны, итальянские сыры, польские яблоки продаются на рынках и в магазинах, причём открыто. Происхождение товара продавцы не только не скрывают, но и всячески подчёркивают. Почему торговцев не пугают проверки и штрафы, разбирался Дмитрий Блиников. Вы сейчас при нас отклеиваете. Она даже не в готов цене, это ценники. Я так понимаю, на все остальные продукты тоже. Столичный рынок, продавец фруктов, заметив журналистов, спешно сдирает ценники с надписями. А вы знаете, что испанская продукция не может продаваться на российском рынке, так как она попала под антисанкции? Это не Испания. На самой коробке написано. В холодильнике соседнего павильона молоко из Литвы, а на прилавках сыры из Германии, Голландии и Польши. Это итальянский сыр, как раз подпадающий под санкции. 1700 рублей стоит до рублю. Какая страна? Я не умею читать. Эти кадры сняты накануне. Продавец та же. Не знаю, что перед ней журналисты рассказывают, как легко провести санкционный сыр в Россию. Не, ну из Прибалтики же просто запрещали там. Через Белоруссию что хотите? Через Белоруссию увозят, да? Руководство рынка происхождения товара на прилавках не интересует. Я в этом не разбираюсь. Откуда завозят, как завозят. Оформляет договор аренды. Все это он может торговать. Фермер Вячеслав Ковтун показывает итальянский сыр печентини. На родине в пересчете на рубли он стоит 1200 за килограмм. На Рогожском рынке почти три. Импортные сыры. Все равно они себя вольготно чувствуют на прилавках наших магазинов. В то время как фермерам, отечественным производителям достаточно трудно выйти на эти прилавки. Завозят санкционные продукты через Белоруссию, с которой у России открыта граница. Или из Финляндии под видом минеральной воды, красок и лекарств. Прибыльный и выгодный предпринимателям. Поэтому, несмотря на введенные санкции, все равно это осуществляется такая деятельность по ввозу продуктов. По-прежнему работают в Москве и специализированные магазины, которые торгуют продуктами из стран Евросоюза. Мы можем видеть мясную продукцию испанскую. Ну и пожалуйста, вот висит мясо. Хамон пресловутый. Судя по этикеткам, все это производится в Севилье. Вы сотрудник? Да, являюсь. А руководство? Руководство, да. Проверок, говорит продавец, они не боятся. Штраф за торговлю запрещенными продуктами всего полторы тысячи. Кстати, тоже мы слышали и от торговцев на рынках. Дмитрий Плиников, Андрей Лапидус, Игорь Беликов. Вести.